Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного И его ангелы благословляют пророка. О, те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром. О, Аллах, благослови и приветствуй нашего господина и пророка Мухаммада, саляллаху алейхи ва салям. О, больной, дай мне свой слух и дай мне свое сердце. И я дам тебе слова, которые могут спасти тебя и в этой жизни, и в ахирате с позволения Аллаха, субхану ва та'аля. Ты сейчас болеешь и говоришь, «Я испробовал все способы, я применял любые лекарства, и я ходил ко всем, которые известны как лекари». Ты применил все причины. Да, ты применил все причины. Однако ты не знал одну великую вещь. Ты забыл обратиться к Создателю этих причин. Творцу этих причин. Знаешь ли ты, что Аллах, субхану ва та'аля, создал всякую вещь по предопределению и создал все по мудрости? И это твоя болезнь по предопределению Аллаха, субхану ва та'аля, и по мудрости Аллаха, субхану ва та'аля. Знай достоверно и убежденно, что все происходит только вместе с двумя вещами. Первое – это то, что прежде чем что-то произошло, Аллах, субхану ва та'аля, знал об этом. Второе – то, что Аллах позволил тому, что произошло, произойти. И раз ты уже знаешь, что это произошло по воле Аллаха, произошло по Его соизволению, произошло по Его соизволению, значит, в этом есть Его мудрость. Знай, что в этом есть мудрость Аллаха. Аллах, субхану ва та'аля, говорит, и эти слова – это радостная весть. Аллах, субхану ва та'аля, говорит, обрадуешь и терпеливых, которые, когда их постигает беда, что говорят? Жалуются одному, жалуются другому. Они говорят, воистину мы принадлежим Аллаху, и воистину мы к Нему возвращаемся. И Аллах, субхану ва та'аля, похвалил их, сказав, они, то есть те, которые сказали, воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение, когда их постигла беда. Всевышний Аллах похвалил их и сказал, они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они удостаиваются чего? Благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Те люди или тот народ следуют прямым путем. Аллах, субхану ва та'аля, повел их прямым путем за то, что они сказали, «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение». Ибн Аббас, радаиллаху анухмин сказал, «В день предстояния приведут людей, которых постигла беда, и перед ними возведут огромную гору благих дел. Они посмотрят на нее и начнут листать свои свитки. Не найдя, они начнут заново пролистывать их, потом еще раз и еще раз. И ангелы посмотрят на них и скажут, что вы ищете? Они понизят свои голоса и скажут, вы же говорите, что эти благие дела наши? Ангелы ответят, да, это ваши. Они будут бояться подойти к ним, так как они не записаны. Они тихо скажут, они не записаны здесь. Им ответят, разве вы не были испытаны мирской жизнью? Они, вспоминая, скажут, да, нас испытали небольшим испытанием. Им скажут, Всевышний Аллах сказал, воистину терпеливым их награда воздастся без счета. Вот это вам без счета. Человек в то время захочет, чтобы его промололи дни сурубки, чтобы из него сделали мясной фарш. Разве в наше время какой-нибудь человек захочет, чтобы из него сделали фарш? И это, чтобы его благие дела стали больше, чем эти. У нас примитивное мышление, и мы оцениваем все так же. Мы взвешиваем все земными весами и забываем весы Ахирата. Знаешь, что то, что тебя постигло, приближает тебя к Аллаху. Пророк, алейсаляту ассалям, говорит, воистину, когда Аллах любит своего раба, что он с ним делает? Испытывает его. Разве ты более любим Аллаху, чем его пророки? Все пророки были испытаны. Разве тебя Аллах любит больше, чем своих пророков? Нет, это невозможно. Однако ты посредством этого испытания становишься из тех, кого любит Аллах, субхану ва-та'аля. И если ты знаешь, что ты из тех, кого любит Аллах, то подними свои руки и молись, чтобы Аллах избавил тебя от испытания. И так же не забывай меня и других мусульман в своих молитвах. Субтитры создавал DimaTorzok